Добрый вечер, дорогие посетители сегодняшней комнаты. Скажите, давайте звук проверим, как слышно. Оставьте, пожалуйста, в чате плюсики, так слышно. Калина, вам плохо слышно? Калина, попробуйте отрегулировать у себя внизу рычажочки. Посмотрите, чтобы стоял звук настроен. Наталья, будем сегодня с вами общаться. И со Светланой. Всем остальным хорошо слышно? Громче говорить мне или хорошо? Спасибо, Марина. Буду считать, что всем хорошо слышно. Итак, еще раз добрый вечер. Меня зовут Алена Сушкевич. Я имела честь. Меня сегодня пригласили рассказать свою историю успеха. Попробую сделать так, чтобы вам было интересно провести этот час сегодня с нами. На засадке, как вы видите, такой... Это мой муж запечатлел. Да, у настоящих арифлеймщиков даже асфальт логотипом арифлейм. Вот такие казниси случаются в жизни. Итак, я живу в маленьком городе Черни. Наше население меньше 10 тысяч человек. Да, это совсем небольшой город. Из пяти производств, которые находились на территории нашего города, остались два еле-еле живых предприятия у нас. Четыре школы, шесть детских садов. У нас всего два автобуса по двум маршрутам ездят в город. И сколько два года назад появилось такси по городу. И школы и сады наполняются только за счет того, что закрылись в сельской местности все учебные заведения. И жители сельской местности вынуждены сюда возить своих детей каждый день. Представляете? Зато у нас в городе три кладбища. Зато у нас два детских дома. Неправильно сказала. У нас два дома для детей-инвалидов и для взрослых людей-инвалидов. То есть, ну, зачем я рисую такую жуткую перспективу? Для того, чтобы вы более ярко представляли, да, что окружает нас каждый день в нашем городе. Какое население и какие места у нас есть, да. Ну, и, наверное, еще потому, что когда мы находимся в своей семье, да, растем, строим планы на будущее и планируем куда-то поступить, то наверняка мы планируем какую-то новую жизнь. Что вот, наконец, мы вырвемся, да, от родительской опеки, мы поступим, мы себе планируем прекрасную жизнь. И каждый рисует свои картинки. Что мы, конечно же, будем жить круче, чем наши родители. Мы, конечно же, будем жить более состоятельно, да. У нас будет все и даже больше, чем можно только мечтать. И у каждого свои все радужные картинки. Но, наверное, никто не мечтает о том, что он будет жить в бедности. Да, если послушать вот подростков, они все говорят о том, что родители ничего не понимают в этой жизни. И вот моя жизнь будет значительно лучше, чем ваши родители. Если вы неудачники, вы неправильно распорядились своим временем и жизнью, да, и поэтому вы так живете, а у меня будет все более прекрасно и замечательно. Так вот, когда такие горящие сердца получают корочки о высшем, средне-техническом или еще каком-то образовании, и стоит распределение, куда им поступать, куда направляться уже на место работы, да, то оказывается, что вот такой быт, да, вот как, допустим, наш город Червень может тебя окружать, и даже ты большой специалист, выступит с красным дипломом, ты можешь оказаться вот в такой периферии, с такими перспективами, что повышение это может заслужить только тогда, когда начальник уйдет на пенсию, потому что организаций не так много, да, текучка кадров только на низших должностях, на руководящих должностях, как правило, это одни и те же люди, которые, вот, они пришли, потому что были раньше, да, и они уйти могут только на пенсию, в принципе. Поэтому молодым специалистам ничего не следует, и ты понимаешь, что не такая прекрасная жизнь, вот эти все картинки, ну, из другой жизни, и они останутся вот этими картинками, и если дальше жить по текущему сценарию, то ничего не поменяется в своей жизни, ты будешь ходить на ту же самую работу, даже если ты ее очень любишь. Я когда шла в первый день, вообще самый первый день на свою работу, наверное, счастливее в мире человека не было, я была безумно рада, что я вот такая самостоятельная, да, и вот прям настоящая работа, вот моя первый рабочий день в жизни, я была очень рада, но та атмосфера, которая стоит в организациях, то отношение напрочь отбивает полностью охоту какую-то, либо ходить на работу, да, получать от неудовольствия, это дополнительный еще какой-то гнет, и ты понимаешь, что так будет продолжаться постоянно, да, то есть нет ничего, вот ты можешь с ним с организацией, но там будут другие люди, другие лица, но смотри, я оправлю, по сути. Зачем я такие ужасы рассказываю? Да я просто нашла в семейном архиве вот такую фотографию, да, я, по сути, по возрасту, всего возраста, я должна быть здесь жизнерадостная, замечательный праздник, там и волшебный год, Новый год, да, это, ну, я безумно люблю Новый год, но вот посмотря на эту фотографию, я вижу здесь замученную тетку, да, которая устала, которая уже нет радости в жизни, и это ужасно. Большинство фотографий, вот я просматривала свой архив до Рефлейма, я вспоминала архивы знакомых, которых видела, либо это вымученные какие-то улыбки, не знаю, особенно если касается на работе в этой фотографии сделаны, да, ну, как-то особо, особо радости, да, и каких-то душевного подъема, вот, ну, нет, я даже лет 15 за эту фотографию не доставала. А все потому, что мы каждый день делаем выбор. Сетевой маркетинг в мою жизнь встречался несколько раз. Первый раз, когда я училась в университете, мне просто на паре положили, передали каталог и предложили что-то заказать. Никто не предлагал опорный дистанции на карточку, никто не предлагал экономику. Предлагали приобрести. Причем, это, кстати, тоже был каталог Рефлейма. Это была первая в мире сетевая компания, которая была как раз в Украине. И я помню, что девушка мне рассказывала о том, что как круто в конце на обложке была такая акция на 25 Е, ну, я понимала тогда, что это доллары, да, на 25 долларов делать заказ и получишь подарок с тревогом. Тогда это как круто. Я ее сижу и слушаю, я не могу себе позволить лишний раз между парой входить в бюджет, чтобы перепустить, да, не было денег. Она мне предлагает 25 долларов потратить на косметику и получить за этот брелок. Как говорит, мой муж в таких случаях, ты работаешь дурачок, мы дадим тебе значок. Вот, нечто похожее ситуация, да, чтобы потратить для меня безумные деньги из-за того, чтобы получить этот значок. брелок. Второй раз в жизни это было, я ехала с учебой, в автобусе домой, с сессией, вставшая, по мне подсел совсем незнакомый мужчина, начал задавать такие неожиданные для меня вопросы. Он начал спрашивать, сколько я зарабатываю, устраивайте у меня мои доходы, хотела ли я что-нибудь изменить, я настолько была ошарашена таким неожиданным поворотом, да, я его не знаю, и такие личные интимные, скажем, вопросы мне задаются, и я даже не могла даже не могла сказать ему, что отстаньте от меня и приставайте. Он оставил мне визитную карточку и сказал, что через неделю где-то будет презентация проходить в нашем городе и вот будет. Меня позвонят и пригласят на эту презентацию, там будут такие же люди, как и я. Когда, наконец, мне позвонили, мне было так страшно, что я даже по телефону боялась с ним разговаривать, да, я положила трубку и потом выдернула в розетку телефон, потому что мне было так быстро страшно, что мне казалось, что сейчас телефон на меня достанет. Я никуда не пошла, и так второй раз в мою жизнь приходилось в маркетинг, и третий раз он пришел сознательно, но опять в виде клиента, мне опять принесли каталог, и на этот мой раз я уже могла себе подволить, да, я просто понаслышке слышала о компании Рикоэн, я знала, что это качественный продукт, но никогда и не купила. И, как говорят большинство, первые стандартные заказы это было суши-помады. Я выбрала просто по картинке, потом, если я какой-то первый еще заказываю, я стала звонить своим родственникам и знакомым, и говорить, что мне принесли каталог, заказывать суши-помады. Я понимала только то, что по смыслу качественно, по сценам, допустим, особенно то, что сантемообложки, оно было вполне конференцеспособным даже тогда с сценами позарными, но качество, конечно, не было. И вот я так коллективно собирали для всех своих знакомых каталог, и отдавала то и девочек. Пока мне мой муж не сказал, что, слушай, ну, хватит сама вот что, даже мы не могли подобрать слово, ну, вот, ты будешь сама вот этим заниматься, да, ну, наверное, что-то она с этого имеет, ну, она же не просто так каталог есть, там, предлагает, да, мы не знали, что, мы не знали, зачем, ну, просто как-то так вот подумали, и случилось, как говорится, все вещи тут всегда найдет, через несколько дней мне звонит моя одна из подруг, которая покупала через меня вот так косметику арестовую, сказала, что ее маму зарегистрировали, ну, и мы друг друга нашли, отказала, что вот как раз я искала к кому, я не хотела обращаться к той девушке, которая искала к атлетику, были некоторые моменты, ну, я не хотела лично к ней, я искала кого-нибудь другого, ну, так, посвящение обстоятельств моя жизнь связалась опять с мужчиной, да, сетевой маркетинг, это был Дмитрий Дмитонский, мой настоящий спонсор, сетевой маркетинг в несколько раз еще время это были мужчины, поэтому, вот, тому мужчине первому, да, вот я нажала красный крестик, а второй раз, когда ко мне постучался сетевой маркетинг, я нажала зеленую стрелочку, и моя жизнь поменялась кардинально, но я не скажу, что я пришла сразу на бизнес, я пришла на быстрые деньги, я пришла на разницу от продаж, с самого первого каталога, как я зарегистрировалась, я всегда была в бизнес-классе, когда была в бизнес-классе, я всегда выполняла эту программу, мне было не сложно, я практически не покупала себе косметики, все, мне нужно блюдин, я сидела в этом отпуске, мне нужно блюдин. Я ходила по организациям, было страшно, тряслись ноги, скучали зубы, заискался, но я ходила в организацию, скучалась, спрашивала, не хотела посмотреть каталог, и собирала себе таким образом ну, скажем, что 6% лично своим товарооборотом не было делать в бизнес-классе. Получайте собирать показы мне было легко и достаточно, я не видела в этом большой удобности, я сразу же перебрела себе набор пробников, хотя деньги на них одолжала, и первый же каталог, они мне отбились, я и заработала, и отбилась набор пробников. Я, конечно, слышала презентацию по поводу того, что можно стать директором, зарабатывать тысячи долларов, но это что-то было такое, на уровне мечты, ну да, наверное, но так вот, чтобы принять сразу перед премьером, чтобы я шла в директор, это нет. У меня было полного отнесения и понимания, что такое директор, как вообще можно, понимаете, слышишь, но не слышишь. Да, я слышу слова, но они не складываются мне в картизи, не устраивается какой-то план и понимание какой-то системы действий. Но я себе поставила маленькую цель. Мне нужно было через полгода выходить из секретного опыта, на господи. Я из них этого не хотела, и поэтому я себе запланировала, что если я в Арифлейн работаю свою зарплату, я на работу не пойду. Не говорила никому про это, но начались какие-то действия не скажу, что я через тюрьму прибралась в историю, просто приглашала вам эти возможности. И поверьте мне, самые распространенные ответы, что уже все в Арифлейне, отстали, кому это где-то все показывать, это каждый, наверное, консультант через это проходил, который приглашал своих знакомых. Поэтому все согласно списку, все по классике, по обычному подбитие жанра. Так вот, я все написала, прошу тебя, чтобы не сбыв, не забыть, я все написала. Мы всегда боимся принимать таких боносных решений, но хотим влечь спать, и чтобы завтра наша жизнь не раздавая изменилась. И этот слайд неспростая нашла такую картинку. Мы на деревне, двигайтесь в том направлении, в котором вы хотите чтобы изменилась ваша жизнь. Мы не деревья, мы можем изменить свою жизнь. Вот за полгода я вышла, ровно, как спланировала, так и вышла. Ровно в том месте, когда мне нужно выходить на работу, я уже зарабатывала свою зарплату. Муж меня, конечно, поддержал. Если бы он меня в тот момент не поддержал, ну, вряд ли бы это все сложилось. вроде бы все, как я хотела сбылось, но все равно было же все страшно. Я шла играть трудовую книжку, ноги переслить. Это когда я ее забрала и вышла, вот тогда какое-то облегчение похитило. Так вот, у меня и просто, ну, подседники все были в шоке. Я почему еще такое решение приняла? Потому что мы были завязаны на заказах, не было сейчас, сейчас нас облажена система заказов, да, и, по сути, вышедшаящий лидер, он может не привязан к заказам, не развязывает ему руки, освобождает от части рабочих моментов, когда все заказы держались на мне. Я их посылала, выбирала, я понимала, что если я могу сработать, то эта система облажена на руки, а со мной уже есть какая-то команда, те люди, которым я пообещала, что они могут заказывать, я чувствовала какую-то ответственность, я не могла подвести свою команду, поэтому я решила, что если я заберу эту несчастную трудовую смысл, то я сама себе не оставлю до тех отступлений, сама себе перекрою возможность судину дать, возможность выкупу лениться, у меня выбора просто не было, во-первых, в этом меня муж поддержал, конечно, но каждый знает, что это все переменчиво, сегодня поддержала, завтра и тапки летают, и двери хлопают, и чувак крепкие устакивают, поэтому мне нельзя было еще вот облажаться перед мужем, скажем так, для того, чтобы он в меня поверил, мне нужно было эту планку поддерживать, поэтому я не говорю правильно, неправильно, но это был мой такой выбор, родственники были в ужасе, и плохо вообще, потому что она работала с обещей, наносив латинсии, и человек, который никогда не вмешивался в нашу жизнь, она не выдержала и сказала, что чем ты думаешь, да, в этот момент это было дело на работе, она вся на эмоциях, с ума пошли дети, да, и тут зашла к мне в кабинет женщина, и наш разговор был выносим перватом, я сидела, пока она человеком, и зашла женщина-педагог, я педагог с дешевым образованием, зашла тоже женщина-педагог с пенсионного возраста, и с слезами на глазах начала просить, о том, что вы, может, пересмотрели ее функционное дело, может, есть еще какая-то возможность на 20-30 пересчитать. Человек отработал 35 лет, точно не напомню, это больше, педагогом 25 лет, на пенсию сказать, у нас работал небольшой стаж, а пенсия у нее была ниже минимума, да, когда она вышла, у меня были аргументы, я сказала свои слова, что, ну, смотрите, вот это я, вот эта женщина, это я, я и жить могу за эту зарплату, да, вот существовать, я, ну, если бы не муж зарплаты, то это просто, даже, не знаю, выживание, наверное, да, и на пенсии я тоже буду, вот, нищей, то есть, моя жизнь, вот, изначально можно сценарий развития вот до самого, до самых мерзких расписать, на что я могу претендовать, все, больше потолка не срыгнули, как бы не старалась, ничего больше другого в жизни у меня не получится, и тогда вот она как-то так отпустила эту ситуацию, да, немножко до инфекции, так сложилась, но историю успеха, ну, лично я слушаю много, я не знаю, как вы, мне нравится слушать историю успеха, и у нас есть журнал, Мирорифлэн, да, и там тоже печатают историю успеха, людей печатают, ухода в Арифлэн, и каждая степенечка развития тоже просит, можно посмотреть, что у кого-то будет прирост, да, кто-то долго шел к званию какому-то, ну, я обозвала это таким момент замирания, да, вот у каждого лидера, у каждого успешного человека есть такой момент замирания, у кого-то на старте, у кого-то между званиями. Почему он происходит, ну, наверное, как-то еще по-другому вызывает жетон провалив, да, момент подписания договора компании, вот на оформлении дисконтной карточки, и тот момент, когда человек начинает работать, это абсолютно два разных понятия, это абсолютно, это как две галактики, разные, и совсем разное мышление у человека в голове, тот, который пришел на дисконт, тот, который строит бизнес, это разные действия, это разное мышление, разное представление об этом бизнесе и отношения, да, так вот, если посмотреть, то топ лидеров наших Республики Беларусь меняется, да, и те, кто в прошлом подъеду, по-за прошлому подругу, и самыми яркими звездами года, с самыми лучшими достижениями, сейчас, допустим, топ по рейтингу страны их место поменялось. Сколько я себя помню, у нас только один человек всегда в топе неизменный, да, это Сезанна Викторовна Грибчишникова, чьи, с которыми являемся, так что мы происходим, скажем так, в Республике из самого крутого лидера, из самого целеустремленного и самого трудолюбивого, я бы сказала. почему так происходит, потому что размеры дохода зависит от уровня развития личности, да, и вот поэтому многие слышали такую фразу, что директора говорят, что я могу тебя вырасти директора, когда за определенный крок, но ты не будешь директора, потому что нужно менять осознание конкретных действий, понимание себя в этом бизнесе, понимание вообще, кто ты есть, что ты умеешь. У меня очень впечатлила книжка «Алмазный ограничитель». Это одна из моих таких национальных по бизнесу. Вообще у меня их две. Это «Алхимик» Паула Каэль Это была книжка, я много раз говорила «Алмазный ограничитель». Мне она очень нравится, потому что там рассказывается о том, как можно идти к той мечте, которую вы себе прописали. Несмотря на то, что вы меняли жизненные складки, если вы не читали, что читаете. У меня очень не что читаете. Такая сказка для взрослых. Но я ее читала с пониманием Мари Кейл. Я из этой точки времени читала. Очень интересно такое материал. «Алмазный ограничитель». И еще одна книжка в прошлом году не специально купала. «Алмазный ограничитель». Но книжка построена на буддийских истинах, на таких вероучениях, скажем так, на философии и восточном. Так вот, там есть такое понятие, очень интересно в буддизме «пребывать в щедром состоянии ума». того, это значит. Если вы готовы делиться с окружающими, вы не знаете, выезжать промоушен для своей структуры, тратить деньги на семинары обучающие, но только чтобы вам было действительно этого не жалко. Вы будете расти. Если вы понимаете, что деньги тратить на офис, Это ваш рост, это ваше развитие. Вы спокойно расстаетесь с этими деньгами. Вам не с капельки, не жалко. Наверное, лидеры меня понимают, а те, кто поменьше, может, немножко сложновато. То есть, допустим, мне нелегко дался переломный момент снятия офиса. Я зарабатываю деньги, это мои, мне не сталось бы потратить их на семью, мне нужно их вкладывать в офис. Сейчас я это понимаю. То есть, я планирую о том, что я должна заработать столько-то и столько-то отдать на опцию. Сколько-то должна отдать на помощь, столько-то я хочу вложить в свое развитие, в какое-то обучение, на посещение семинаров, на предприятие той же литературы. Это щедрое пребывание ума говорит о том, что человек способен расстаться. Если этого нет, вы будете как-то на месте. Вот на этом слайде есть вопросы. Да, вот лично мне что-то могло двинуться с моей точки вымирания. Сознавание того, что я есть, что я умею. Неважно, как давно вы пришли в это время. Вчера, год назад, пять лет назад. У вас есть какой-то опыт. Вот возьмите его. Превратите все свои даже какие-то слабые стороны в сильные. Воспользуйтесь тем, что у вас уже есть. Вы боитесь открытых выступлений? Значит, вам можно общаться со своей структурой как-то десантонно. Да, по тому же интернету. С тем же смс-сам. Всегда есть какие-то способы альтернативные. Не нужно смотреть полностью и повторять один в один все шаги и действия других лидеров. Каждый под себя какие-то делает маневры, под себя подстраивает этот бизнес, чтобы было удобно, чтобы было комфортно, чтобы возможно было. У других людей можно взять какую-то идею, но опять же перекроить ее под себя. Не на идее, а не полностью план действий. Вот когда я осознала, что у меня есть, а именно у меня была огромная структура, но не было четких лидеров, которые были намышлены, куда им так же было бы интересно развиваться и чего-то достигать. Ну да, были люди, которые хотели что-то начать, но с вас не было таких сильных бизнес-партнеров. Все знают, что директора-то где-то 130-150 активных консультантов активных использований. У меня была большая структура. Вот я поняла, что мне нужно, чтобы структура моя где-то была 400 человек, мне нужно всего-то вот такое количество людей, чтобы оно размещало на какую-то цену показать. Я работала в этом направлении. Что я могу сделать для того, чтобы как я могу наладить коммуникацию, для того, чтобы доносить информацию вовремя, для того, чтобы они владели по заказам, по косметике, по неиспользованию и так далее. То есть у кого-то другая ситуация. У кого-то замечательная структура работает, есть партнеры. Если у вас нет, например, 50-50 человек, которые размещают регулярные заказы, значит, вам нужно просто рекрутировать значимый вопрос и достает количество людей. Здесь замечательная притча. Я ее нашла, и она мне очень нравится. Называется «На желание». Она очень большая. Я вам сбросу... Вот это мой почтовый ящик, если кому-то интересно. Пишите мне письмо со словом «притча», я вам ее выжму. Я не буду ее закидывать, она очень такая большая. Но тут вводится к тому, что любое желание выполняется только тогда, когда оно оплачено. То есть если вы хотите достичь успеха в каком-то бизнесе, причем неважно, в собственном бизнесе или в бизнесе РФМ, согласитесь, это как минимум нужно тратить на это время, на желание – время. Согласитесь, что это трудолюбие. Что нужно убить свое дело, что нужно во все тем, как все нюансы привыкнуть. Поэтому из каждого нашего желания есть своя цена. Вот когда вы осознаете, какую цену вы готовы заплатить, каких высот вы достигнете. Если вы хотите стать директором, но уделять только 5 минут в неделю этому бизнесу, ну, навряд ли у вас это получится, потому что вы не заплатите эту цену, которая стоит этой мечтам. Еще один из переломных моментов, которые были лично у меня, и я сталкиваюсь с моими партнерами, это когда мы рассказываем про этот бизнес. Ну, конечно, легко говорить бриллиантовому директору, он может просто дать вам альбом с путешествиями, с конференцией разных стран, с чеками крупными, со стены. А что говорить про самому человеку, который начинает первые шаги, у него нет этих чеков. Да, можно хвастаться чеками своего спонсора, других людей, но при этом немножко срабает самолюгия, да, и будет человек говорить не так уверенно. Очень замечательная есть фраза, вот даже нашла тут фотография, не говори, что ты работаешь, покажи, что ты заработаешь. Я прирубаю всем своим бизнес-партнерам обратить внимание на то, что когда мы приходим в этот бизнес, мы приходим на что, на куда, фотографируйте свои подарки. Это не все то, что у меня есть, это просто на скорую руку, скажем так, для демонстрации, я фотографирована. На данном сайте, допустим, это все вещи дизайнерские, скажите, пожалуйста, как много дизайнерских вещей у ваших знакомых, как много дизайнерских вещей, даже людей, которые срабатывают больше, в общем, дизайнерские вещи, это всегда уникальные и достаточно очень состоятельные люди, многие себе позволят, потому что это не дешевые вещи, это эксклюзивные вещи, а здесь, по сути, другие торопытки. Мало того, чтобы дизайнерские вещи в глаза, за это еще ничего не платили. Ни за что в этих слайдах, да, вот те сумки, что внизу слева, это все от Валентина Юдашкина. Я горжусь, что у меня есть кто-то выкладывает сумасшедшие деньги за это, а я получилась бесплатно в дар. Вот эта чашечка, которая тоже примелькалась на страницах нашего каталога, это от шлейфа, от дизайнера Майя Стэн, это тоже был подарок. Бижутерия, которая часто нас балуется в продажах различных, это тоже дизайнерская вещь от шлейфа, дизайнера, и она шла в дар, абсолютно бесплатно. Сейчас, например, в продаже все покупаете, это дизайнерская вещь, это уникальная в своем роде, от известного шведского дома дизайнерского, если даже есть логотип на коробочке. Это, конечно же, техника. Вот сейчас у нас есть новая акция с техникой. Поверьте мне, да, чеки это здорово и замечательно, но, допустим, для тех же чеков еще нужно расти. А вот эти фотографии, сфотографируйте свою полку с косметикой, выставьте, допустим, свои крема, свои туалетные воды. Основный человек, который вот только сейчас приходит в этот бизнес, даже это его тоже будет вдохновлять. Чеки как бы долгосрочная перспектива, а вот это все быстро достижимое, да, как бы более доступно и быстрее его можно заполучить. Это за последнюю, наверное, акцию с техникой. Это вся моя техника, которую я получила. Ну, это еще последнюю я уже не фотографировала. Я с тобой сделала фотографию, я была 2 года назад. Вот эта акция, согласитесь, до лета за 4 каталога, она нам примелькалась, мы про нее говорили на каждом вебинаре. Но акция закончилась. Новички к нам приходят, вот год на регистрацию еще продолжается, новички приходят каждый день. Они не участвовали в этой акции. Для них это будет уже интересно. Даже для, ведь не вся же структура у вас выполнялась 100% на эти приборы и акции, да, если вы с кем-то будете разговаривать по-другому. Эти тоже фотографии можно показать, потому что тоже очень красивые вещи. Если я сравнивала их с теми столовыми приборами, которые мы пользуемся дома, это безумно красиво. Она много отличается по внешнему виду от тех, которые мы каждый день это используем. У каждого человека можно сделать такое свое портфолио. Своих покупок, своих подарков от спонсора, от компаний, свои 500% скидки, покупайте вы витамины. Сделайте свое портфолио, покажите человеку, что вы имеете в этом бизнесе на данный момент. И можете потом спокойно даже рассказывать про какие-то большие чеки про путешествия, но вы показали то, что именно вы заработали в этом бизнесе, вам легче будет вести презентацию, вам легче будет самоуважение даже свое какое-то, как разница внутри. Сделайте фотографии помогают у каждого человека, у каждого лидера все равно наступают какие-то, ну, железные моменты спада там, да, усталости психологические, или это какой-то вот кажется, что вот, ну, не получается или еще. Даже за самомотивацию посмотрел, мы забываем то хорошее, которое с нами случилось, потому что мы идем с большой целью, и если не получается, так будет продастись, то, чего мы себе наметили, нам кажется, что ничего не происходит, и так все радужно мы начинаем с Андрея, посмотрите, и пока вы идете, вы что-то тоже получаете на это. Это тоже важно. Есть такая фаза, сейчас скажу, что мелочей состоит совершенство, а совершенство тоже не меньше. Поэтому относитесь серьезно, да, вы очень много чего зарабатываете, и не каждая компания, не каждому, нам вообще не дарят подарков, мы в магазинах, иногда стиральному порошку губку за посуду прикрутят, боже, такое счастье, мы получили в подарок, а здесь такие шикарные подарки, почему-то мы так все, что всем издастся, недооцениваете, да, как-то кто-то как само собой разумеющийся применяет. Ну, мне такие портфолио очень нравятся. Конечно, это самые распространенные отговорки, которые мы слышим, когда мы приглашаем в бизнес. Приглашаем в бизнес, приглашаем в бизнес, не выслушав ничего, говорят, что не надо, я занят, нет времени, не устаю, иногда, поздно, рано, то есть куча-куча всего. В психологии это называется, сейчас я зачитаю, сомбирентальная ошибка атрибуции, то есть способность человека, служой успех, объяснять с точки зрения внутренней, внутренней этой способности человека, да, а свои какие-то промашки, это всегда виноваты окружающие, внешний фактор виноват, да, то есть если кто-то достиг успеха, ну, значит, вот, он такой вот целеустремленный, все, а мне помешали, а у меня дождь прошел, а у меня смурок порвался на бассейнке, поэтому я не смог прийти и так далее. То есть это очень удобная позиция, потому что, как бы, я не виноват, да, ведь это же не я, я захотел, то есть человек в такой позиции просто снимает с себя ответственность за свою жизнь. Так вот, пора брать ответственность, все, что с нами происходит. Это только наше решение, вот красный крестик, да, и зеленая птичка. Все наши действия, которые мы совершаем, приводят не с наказанием, а просто из-за того, как мы сделали выбор, мы получаем такой результат. Если мы выбрали одну дорогу и пошли, и там упали, упали и побили коленку, да, это не наказание, это просто результат наших действий. Так вот, нашла такую замечательную фотографию, я не думаю, что это чей-то спонсор объяснял своим дистрибьюторам жизненный цикл, я не думаю, что это бизнесмен какой-то рисовал. Явно, что это занимались дети-подростки, да, с баллончиками вот пробежали и составили такой жизненный цикл, который спонсоры, лидеры пытаются донести до людей, да, для того, чтобы переосмыслили свою жизнь, посмотрели как бы со стороны, что вот все у нас в жизни по одинаковому сценарию происходит. В детстве так, школа, университет, работа, пенсия, в стадии работы, если мы ничего не изменим, пока мы в хорошем здоровье, пока мы в таком возрасте, далеко вы стоите из головы, пока мы турбоспособны, да, пока мы здоровы, пока мы полны силы и энергии, если мы ничего не поменяем в своей жизни, то мы сосаримся на своей работе, выйдем на пенсию, и государство будет считать дни, когда прекратить нам выплачивать пенсию, потому что пенсия это просто, ну, невозможно жить, да, с ней невозможно даже сходить в конец сантами, и чем старше человек становится, то смена деятельности более сложна, потому что в себе возрасте не хотят браться столица без опыта работы в новом виде деятельности, то есть для того, чтобы тебе зарабатывать, ты должен представлять из себя кого-то, ты должен быть лучшим специалистом, точно, Карина, вот если ставить сюда Арифлейн, то тогда ни пенсия, ни работа, она звучит совсем по-другому, да, вы знаете, что пенсию в Арифлейне получают не по возрасту, а по уровню, так вы вышли на определенный уровень, и вы получаете пенсию к зарплате, не по зарплате, как на государственную работу, а к зарплате, плюс мы еще Арифлейнщики все являемся, директора, да, открывают индивидуальные предприниматели, мы все являемся платящиками фонд социальной защиты, и мы будем иметь еще пенсию в государстве, изменить пенсию от Арифлейн, пенсию от государства, при пенсии две зарплаты, причем пенсия это Арифлейн, она в два раза превышает пенсию, ту, которую положено в государстве. Когда-то я услышала один такой тренинг, я сейчас предлагаю вам пройти, он коротенький такой, попытайтесь закрыть глаза, закройте глаза и представьте, что вы находитесь в каком-то райском месте, где вам спокойно, где вам вы расслаблены, вокруг вас приятная такая музыка, да, шелест волн или лист вы, вот все, что вы любите, вы в таком расслабленном состоянии, вы кайфуете, и вот перед вами замаячил такой характер дима, и вы видите, что к вам приближается какая-то фигура. Медленно, медленно, с каждым шагом силой становится более четким, более... детали просматриваете вы уже, да, и вот все ближе и ближе вы видите, что у нее так же идет, почему она красивая, у нее красивое платье, у нее красивая прическа, у нее красивый макияж, от себя теплый, чем ближе она подходит, вы узнаете в этом человеке себя, только себя из будущего, из недалекого будущего, и вот эта новая вы склоняется, шепчет вам на уши, а шепчет вам на уши, что нужно сделать для того, чтобы вы сегодняшняя превратилась в ту, и в будущего. Прошептали вам? Вот я не знаю, что вам, но сколько я не пробовала, меня всегда эта красивая женщина на ушко шептала только одно слово – работай. Многие приходят на семинары, общаются с успешными людьми и думают, что ну вот, сейчас я приду, я закупила билет, я зашла на вебинар, сейчас я использую блокнот, ручку, мне сейчас скажут волшебные слова, я их произнесу, моя жизнь завтрашнего дня поменяется, я точно стану всем-то успешным, с большим кошельком толстым, да, с хорошим чеком, в банке. Так вот, не поменяется ничего. Моя эта девушка из мечты, она сказала конкретное слово – работай. Работать нужно только самому. Как бы прямолинейно не звучала фраза на этом слайде, я ее иногда открываю для себя, особенно когда настроение не то. что мы хотим, чтобы кто-то, чтобы кто-то изменил нашу жизнь за нас. То есть для кого-то ваша жизнь должна быть приоритетнее, чем для нас самих. Вы представляете? Подумайте о том, что наша жизнь, ваша жизнь, она бесценна. И в первую очередь, непосредственно только для нас самих она имеет такое значение огромное. Если вы сами не цените этот момент, что вы можете поменять вид лучше, что ваши дети могут кушать другую пищу, что они могут получать удовольствие в лучших детских парках, да, что вы можете просто каждое выходное ездить в какие-то аттракционы, в какие-то музеи, в тот же зоопарк, и не взять на вминский зоопарк, да, а в зоопарке других странах мира. Что вы можете возить детей на море, что вы сами можете развиваться в другие одежды, ходить в лучшие магазины, покупать фрукты и овощи, не тогда, как в день зарплаты, когда там большая сумма в кошельке, а тогда, когда вам хочется. Почему кто-то до вас должен изменить и захотеть вас уже поменять? Если вы не умеете самомотивироваться, вот оставайтесь тогда в четырех буквах. На одном из семинаров, кстати, привет вашему спонсору, Ирина Гвардиньян, я запомнила ее совет надолго, это тоже то, что мне помогает, стимулирует, скажем так, минуты слабости, это то, что она предложила самошантаж. Такой метод самошантаж. То есть, если вам чего-то не хочется делать, но это надо. Это надо, вы знаете, что там вам нужно назначить встречу, вам нужно провести встречу, или позвонить кому-то, вы не хотите. Назначьте себе поощрение и наказание, скажем так. Вот если вы сделаете вот это, значит, купите себе шоколад, обыли мороженый, или позволите себе посмотреть фильм. Если не сделаете, то, знаете, как мама, если наказывала, так сам себя. Да, то есть, тоже классно, ну, мне это помогает, такой вот метод, у каждого есть такая любимая вкусняшка, скажем так. Отработали, значит, заработали, можете себе вознаграждение такое. Как мне один мой инстрибьютор сказал, я себя слишком люблю, я не могу, да, то есть, я себе в любом случае люблю. Поэтому, ну, с такой позиции она и осталась на том месте, где я была. если она не может привязать эти вещи, если, ну, самомотивации нет, если вы не, вашу жизнь, ваша группа, поменять можете только вы. И даже если вам кажется, что все, что вы делаете, отличается, что вот весь мир против того, что вы предлагаете арестован, да, и вот уже там 20 человек говорит, не надо, ой, арифейн его задолбал. Это не значит, если вы, мир говорит, что вы не правы, это не значит, что вы не правы. Делайте, идите дальше к своей цели. У вас, вы поставили себе какую-то задачу, решайте ее. Не нужно обрядоваться по сторонам, да, если вот все делают так, это не значит, что вы обязаны делать так. Если вам кажется, что можно попробовать по-другому, пробуйте, не ждите разрешения благословения, ни спонсора, ни еще кого-то, либо. Спонсор, вам ничего никто не обязан, даже спонсор, они, я очень благодарна своему спонсору за его терпение, за то, сколько времени он в меня вложил, сколько усердия было приложено, да, сколько встреч помог провести. но все равно наступали какие-то моменты, начинал сердиться или еще, что-то там обижаешься, что не звонишь и еще. Телефон работает с двух сторон. Я сейчас это понимаю, но если какие-то такие моменты роста были, какие-то такие, может, по-виду, Дима, прости, пожалуйста, я тебя очень люблю, если бы не ты, наверное, я бы не достигла своего успеха. Один из бриллиантовых директоров России, когда я смотрела на свою презентацию, нам очень часто повторяет, что спонсор вам ничего не должен. Спонсор – это тот человек, который может подсказать, поддержать, но не будет за вас делать все ваши работы. Любое начинание начинается с муки. И дальше очень-очень много действий. Для того, чтобы достичь успеха, нужно делать много действий. Если вы его еще не достигли, значит, действий было мало. Знаете, чем отличается успех от славы? Слава – это то, что внешнее, да, это вот, а успех – это внутри. Вот то же портфолио, что я вот говорила, сделать, да, это будет уставляющего вашего успеха, потому что это будет давать внутреннюю стабильность, внутреннюю уверенность стабильность, да, и много-много действий. Говорить большому количеству людей о том, что есть такие предложения, возможности в РФМ, кто-то будет отказываться. Скажите им спасибо, будьте благодарны вам. я благодарна тем людям, которые кто-то говорит мне. Мне не нужны мультики на данном моменте, да, я хочу общаться с людьми, которые умеют радоваться жизни, которые видят больше позитива, которые целеустремленные, амбициозные, те, которые пока не такие, они хорошие люди, просто у них сейчас другие, все другие планы, а мне нужны те люди, которые смотрят в телескором, что и я. иногда говорят такие вещи, что вот, она же бриллиантовый директор, золотой или копир или просто директор, почему она опять продолжает звонить, она ходит навстречу, ой, тут какой-то подвох в арестовании, вот обещали деньги, она же все равно вот ходит, кто-то замкнулся круг, кончается каталог, опять начинается опять звонки и опять встреча. Хорошо, представьте, что вы зарабатываете 5 тысяч долларов в месяц, вы будете тратить? напишите, пожалуйста, будете тратить? Вы у вас 5 тысяч долларов вы зарабатываете каждый месяц? я сама с тобой осталась. Карина, со мной спасибо. Будем тратить. А что такое тратить деньги? Это как минимум, наверное, ходить по магазинам, да? Путешествовать кто-нибудь любит? Ну, наверное, да. Согласитесь, что даже если у вас будут деньги, то, да, Карина, жить красивой путешествием, согласитесь, что это тоже не лежать на диване, это тоже какие-то действия, то есть у нас банки, встречи, да, действия, но и путешествия, это нужно идти к турагенту, это нужно общаться с турагентом, это нужно делать виды, это нужно как минимум собрать, как минимум собрать чемодан, доехать до аэропорта, вокзала или там куда нужно, да, нужно долететь, доехать до другой страны, там нужно вселиться в отеле, распаковать свои вещи, пойти с какими-то экскурсами, то есть все движение, даже отдых, даже для того, чтобы тратить деньги, тоже нужно делать действие. Если я буду каждый месяц получать 5000 долларов, я не смогу просто сидеть дома. Я иногда хочу сделать выходной, но уже к вечеру я уже от того, что много было свободного времени, я начинаю ходить по потолку, я не знаю, как у вас, ну, возможно, если кто-то ходит на госработу, да, то мечтает там полгода отступаться, кажется, что вот ты будешь на диване лежать и ничего не делать, ну, я не знаю, как у вас, у меня так не получается, да, нужны какие-то моменты отдыха, просто даже вытяжены, но все остальное, зачем тогда нам дана жизнь, если мы просто будем лежать на этом диване, вам не нужны для этого деньги, поэтому те, кто лежат, кто считает лежать на диване, то, наверное, они такие деньги не зарабатывают, потому что им некуда их будет тратить, на диване не нужны 2000 долларов. И, конечно, все начинается с наших мыслей. И кто-то видит слово хорошо, кто-то читает другое. Психологи утверждают, что наш мозг устроен таким образом, что мы можем только одно место держать в голове. То есть, если мы сейчас смеемся, улыбаемся, мы не можем думать, сейчас о чем-то плохом. Поэтому получается, что мы можем контролировать свое состояние, мы можем направлять в себя нужное руко действие. Мы все смотрим фильмы, мы говорим в спортивизме, мы все смотрим фильмы. Кто-нибудь плакал или смеялся от просмотра фильма? Опишите плюсики или минусики, чтобы было быстрее. правильно. Мы эмоционально реагируем, мы все взрослые люди, мы понимаем, что это вымысль, что это нереально, что вот все, что мы видим, это постановочно. Если, не дай бог, там какая-то трагедия, там, да, нас прошибает на слезу, но ведь все живы-здоровы, и в реальности такого не было. Но мозг нас устроен так, что он обманывается, да, и вот такими проявлениями, как слезы, как вот сердце начинает там выскакивать, там, либо от радости, либо от страха, либо от других. Может, это же нереальность. Я, это сейчас к тому, что если вы будете читать правильную литературу, если вы будете смотреть правильное видео, вы можете себя собственноручно направлять в нужное русло, то русло, которое приведет вас к результату. если вы будете тратить время на нужные вещи, а не на телевизор тоже хорошо. Да, комедии, допустим, там, например. Ну, я сейчас даже про другой. У нас сейчас неограниченное количество возможностей. Те же самые истории успеха, это же не обязательно только рефлеймщики. Мне очень понравилась история успеха Билла Гейтса, посмотрите, посмотрите документальные книги, Стива Джобска, Гюнг Гейтс, все знают, я не знаю, я не назову какую цифру его доходов, а сколько. А кто-нибудь знает о том, что он не выходил по месту застой, так и зошится, даже вот ночевал на полу, пока не заканчивал свою работу. Насколько продолюбивый человек. Наверное, если и мы в своем деле будем не достигнем результата. А если мы хотим урывками какими-то больше отдохнуть от того, что мы ничего не делали, то, наверное, мы все доходы получаем. и вот здесь на слайде написано, что офис менеджера предпринимателей, ну, я бы сказала, наверное, успешный человек, да, и простой обыватель. Вот насколько отличаются мысли, насколько отличается восприятие мира. и сейчас я очень рада, что я с вами работаю, потому что я встречаюсь с людьми бывшего коллектива, и у меня такое чувство, когда я с ними рядом стою, что я никуда не ходила. По крайней мере, то, что они говорят, это было из другой жизни, и вот у них каждый день одно и то же. Они дружно дружат на работе друг против друга, да, после работы опять стоят с пучкой в месте автобуса, друг другу улыбаются, а потом начинают дружить против друг друга. Ну, грустно. Скажите, картинка перекрутилась, поменялась, и когда нам кажется, что с нами происходит, что вот у кого-то что-то более выигрышная ситуация, чем мы, да, не нужно себя жалеть. У вас, вы находитесь в нужном месте, у вас есть самые лучшие возможности, у вас все есть для того, чтобы достичь успеха. Поверьте мне, если вы зарабатываете деньги, вам все равно в какой стране жить. Мы можем только жаловаться, когда нам не хватает на что-то, но, наверное, никто не пожаловался, если в магазине дали дачу больше, чем положено. Если в упаковке, допустим, с печенья вам положили больше штук, чем заявлено на упаковке, когда человек получает больше, чем он рассчитывал, его это устраивает, но если он получил меньше, тогда оказывается негатив. Так вот, если вы будете получать хорошие деньги, вас страна вполне устроит, поверьте мне. И государственный строй вас устроит, и магазины, и цены вас устроят. Все большие красивые магазины с такими многочисленными ноликами на ценниках, они же для людей, кто-то же покупает, если бы не было спросом, их не было бы в таком количестве в каждом городе. И даже, допустим, в нашем городе есть магазины с товарами, которые не каждому по карману, но если они продаются, они же для людей. И те автомобили красивые, которые мы можем наблюдать иногда по дорогам, они же сами по себе, они же тоже делали для людей, их покупают люди. Все вещи создаются для людей, ими можно пользоваться. Тогда работайте себе на другую жизнь. Чтобы не смотреть на эту же машину с тротуара, чтобы смотреть на этого автомобиля. Чтобы не на манекен смотреть в красивом платье, а там обувь в этом красивом платье. Вот так. Если вы приняли сейчас решение, значит, вы уже на правильном пути. подумайте подумайте о том, что у вас есть. У вас есть литература, у вас есть фонт, у вас есть офис, у вас есть интернет для связи с окружающим миром. Воспользуйтесь, напишите буквально даже на бумажке, перечислите все те ресурсы, которые у вас есть. От видео, аудио, бумажных и до живых людей. Если вокруг у вас большое количество лидеров, которых можно чему-то научиться, что-то посмотреть, что-то просить совета. Телефон всегда работает с двух сторон. Если вам кажется, что ваш спонсор звонит не так часто, попробуйте ему набрать. Я думаю, что он будет раз с вами поговорить, он не положит трубку, ничего грубого не скажет. Нет проблем, есть задачи. Мы на оси давно сказали, что проблем не существует. Мы запрещаем говорить слово проблемы. Мы говорим задачи. Как любая задача, она решаема. И если она решаема, тогда зачем переизвать по этому слову? Можно из этой задачи сделать решение и приобрести какой-то навык. И тогда она не будет как этот камень тяготеть и прибивать вас к земле, всегда вам станет легко. И любая такая задача это наш толчок для развития. Лично для меня легче работать, когда есть какие-то трудности. В Китайцах есть поговорок, что если у вас нет проблем, купите их за большие деньги. Потому что когда все хорошо, когда нет интернетов, когда тихо, спокойно происходит, болот, это записание, это первый путь никуда деградированный, скажем так. Только тогда, когда вы приобретаете какие-то новые знания, новые умения, тогда идет развитие. То есть оно никогда не кончается. Если вам кажется, что наверное все слышали, что бывает приходит человек на семинар какой-то, ой, я уже послышала, зачем я не поеду, сейчас на 17 числа будет очередной лидерский форум, некоторые говорят, опять то же самое, почему поедете, деньги на эти билеты. А кто не подзадумывался о том, почему нас одна и та же информация преследует, даже если ты слышишь, одно и то же, одно и то же, может быть просто потому, что ты не сделал правильные выводы, как говорит восточный мудрец, а шо, наступай на грабли, но не наступай на одни и те же грабли два раза и будешь расти, а вот если наступаешь на одни и те же грабли, значит ты просто сделал неправильные выводы. Самое страшное, это просто начать себя жалеть, ну, от того, что вы себя жалеете, ваша жизнь не поменяется точно, и волшебник в голубом вертолете не перелетит и не подарит бесплатно жена, не бывает, ничего не бывает бесплатно, за все нужно платить, вот для того, чтобы не быть в роли жертвы, берите свое мягкое место и идите вперед, делайте, надевайте себе шишки, растите, получайте опыт, знания, единственное, что большая ошибка это начать просто сравнивать себя с тем, когда читаешь историю и скажешь ага, я вот сколько времени считаю и у меня не получается, если поставил цель того стать героем, у меня не получается, что я неудачник, это бизнес, для меня можно этого делать, а можно себя сравнивать, только в конец с собой, нет двух одинаковых людей в мире, нет людей с одинаковым мужчином, мы все уникальны, мы все разные, и то, что для одного было легко сделать за полгода, другому нужно больше времени, может быть и в 5 раз больше времени, это ваша точка замирания, помните, я говорила, поэтому просто посмотрите, что вы можете сделать сегодня для того, чтобы завтра вы стали немножко другим, вы не любите читать, ну, значит, поставьте себе 15 минут, в день вот ты должен читать для того, чтобы развиваться, то, что мы не хотим делать, это и есть то, что позволит нам расти, если мы как-то переборим себя и через силу начнем потихоньку добавлять это в наши рабочие моменты, что позволит нам расти, мы не любим звонить, значит, вот 5 результативных звонков в день, 10 результативных звонков в день, а если мы хотим быстро расти, то значит, увеличить 5-10 раз, не знаем, насколько сроки мы ставим себе, да, и опять же есть простая истина, быстро не значит срочно, может быть, не надо было так, но некоторые лидеры вырастают быстро и потом происходит замирание, потому что мышление все равно должно поменяться, иногда быстрый рост не означает, что мышление достигло этого уровня и происходит именно из-за этого какой-то процесс замирания, но это нормально у каждого свой, да, вот такие растения, все порастет медленно, какие-то растения один раз в жизни купят, а какие-то по 3 раза в год, да, но это не значит, что одно хорошее растение, другое плохое. Вы развиваетесь в том темпе, как вам удобно, хотите быстрее, значит, нужно делать правильно, быстрее, быстрее. У меня была большая мечта это красная дорожка, я постояла на ней, много вы видели в журналах этих красивых картинок, и намного красивее чем моя, но это была моя красная дорожка, а была ли она у вас, а будет ли она у вас, и не одна фотография вам не передаст для того ощущения внутреннего, которого ты понимаешь, что ты это заслужил, ты это заработал сам, и это чувство, оно не передаваемое, это гордость, сам, ты просто сам вот горд, ты ходишь совсем по-другому по улице, да, ты себя уважаешь за то, что ты взял себя на свободу и доказал, у моего мужа, мой муж ходил со мной на банке перед сторон, поэтому когда зашел и поддал, сел за стол, он сказал, что я такое видел, только на картинках, я о такой жизни, я мог видеть это кино, я мог читать это признала, но никогда даже не примерял, он большой сердцем, он никогда не примерял на себя вот эту жизнь, вообще, даже мысли не допускал, что он может как-то хотя бы посмотреть, как жильем могут увидеть, в реальности побывать на таких фуршетах, он был поражен серверовкой, он был поражен тем, что каждый стол обслуживал официант, каждый целый вечер обслуживали все эти официанты и ходили, подливали, носили тарелки, то есть это нужно просто испытать, потому что это все для людей, это не буржуи, это обычные люди, которые заработали, которые за эту работу получили достойное вознаграждение. Еще одна была моей мечтой вот это «Велополь дождь». Допустим, есть такие внутренние топоры, вот если вы поставили, что вы хотите за год достичь какого-то звания, вы не вышли, ну и все, все значит мы уже не очень старались, да, ну, глупость, правда, вот у меня такая глупость была о каждом лидере в журнале «Мир и Рисунь» пишет «История успеха», и мне было стыдно о том, что на тысячи сколько времени я шла к своему званию, я хотела быстрее, у меня не получилось все тысы, которые я себе планировала, и в какой-то момент мне было даже стремления не расти, потому что вот все узнают, что я вот не с таким результатом закончила. Когда поменялось мышление, мне все равно, ведь я этого достигла, а достигли и другие. и иногда быстрый старт легче, чем собраться и вырасти, когда ты уже питаешься долго. Если это ваше действительно желание, не оставляйте своих попыток, не оставляйте своих желаний, идите к своей мечте, ну и что, что это будет больше, чем идти, более длительно, чем у кого-то. А для того, чтобы получилось, ну для меня большой кайф, я очень мечтаю о том, чтобы автобусом моя команда приезжала на различные семинары, потому что это бизнес фонансный, это бизнес ни одного человека. Это здорово, когда с тобой едут люди, когда они выходят на сцену за чеками, это даже еще более волнично, чем сам, когда ты получаешь чек. Мы даже вот побывали со своей командой, я здесь еще не была директором, мы ездили на главный семинар в Москве, да, септент приезжал тогда, это здорово, потому что это казалось, это были простые дистрибьюторы, даже некоторые, ну, не на каком здесь процентах, но они проявили интерес, поэтому предлагайте своим людям участвовать, многим интересно просто даже общаться с компанией, кому-то не хватает общения, кто-то хочет посмотреть на этот бизнес с другой стороны, тогда уже все изменится, поэтому не всегда люди, которые целенаправленно идут к званиям, там, будут посещать какие-то мероприятия, иногда и простые дистрибьюторы тоже предлагаются всем подряд, это очень здорово, когда вы едете в большой команде, когда есть какие-то общие воспоминания, да, общие какие-то фотографии, и не нужно судить о результате по тем попыткам, которые вы делаете, вы, может быть, делаете небольшие усилия на каждый день, да, поверьте, они тоже приводят к большим результатам, вот такое дерево дуб, огромное, да, мощное, что не каждый там ветер способен его наклонить, да, но это дерево выросло из вот такого маленького желудка, поэтому наша регистрация в компании не говорит о том, что это нет таких, то, что вот бесплатно, да, вхождение дисконтная карта 0 рублей на данный момент, что нельзя заработать миллион долларов, не нужно судить о вот этих целей, маленьких действиях, маленьких каких-то шагах, о маленькой регистрационной платье, о том, что вы можете здесь заработать и получить. Только мы сами свою жизнь планируем, да, и вы находитесь в нужном месте, в нужной компании, наша компания в Республике Беларусь за треть перенимает кризис, и сколько бы компаний других и новых не входило на рынок, я считаю, что всегда лучше обращаться в проверенное место, которое имеет опыт, которое имеет пути решения из трудных ситуаций. Допустим, для меня большая, я очень благодарна компании, она очень сильно поддерживает нас, да, в текущий кризисный момент, никогда каталоги не были такие классные, да, с такими классными акциями, скидками, круче, чем новогодние, да, сейчас у нас цены, акции, скидки, поэтому у вас все есть, у вас все получится, и поверьте мне, вот мой спонсор подарил поездку на лимузине, да, я закрыла звание, и мой муж приехал в лимузине и кричал я буржуй, поэтому я желаю стать вам буржуями, и тоже покататься на этих лимузинах, и тоже примерить эти шикарные платья на себя, потому что мы родились девочками, но наряды дальше обычно и блузочки мы как-то и не покупаем, потому что особо некуда, что-то такое мы покупаем, если нас пригласили на день рождения или на свадьбу, мы берем наряды тем намерением, чтобы потом еще в обычной жизни могли их носить, поэтому я желаю, чтобы вы стояли на своей красной дорожке, чтобы вы купили свои нарядные, неудобные, непрактичные платья, чтобы вы купили свои обалденные шпилки, в которых можно было ходить только медленно, медленно, не спешай носить только маленький плач, который нельзя было положить больше, чем помаду, потому что такие дни должны быть в жизни каждого человека, мы достойны этой жизни, мы ее сами делаем, я желаю вам успеха, надеюсь, что моя история вам понравилась, если нет, то творите свою историю сами, делитесь и делитесь своими успехами с нами, с вами была я, Алена Фестеревич, приятно, что вы подчеркнули с нами, всего доброго, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч. Продолжение следует...